Добрый день! А теперь скажите, что мы будем готовить? Тисточку тирамису. Не в правилах нашей программы до приготовления показывать готовое блюдо. Но тем не менее, сегодня мы сделаем исключение, потому что тирамису – сооружение очень сложное. И хочу сказать, что вам, уважаемые зрители, сегодня несказанно повезло, потому что впервые мы показываем этот итальянский рецепт. Ну, может быть, хотя бы потому, что совсем недавно в Киеве появилась сеть кофейн-шоколадница. Сегодня их уже пять. А вообще-то это российский бренд, который насчитывает 150 заведений в самых крупных городах России и 5 в Киеве. Так что сегодня, ну, будем считать это таким знакомством Украины с шоколадницей, с шеф-поваром, который предлагает тонкости самого знаменитого пирожного – тирамису. Итак, вы не испугались количества ингредиентов, а готовы записывать и запоминать. Прежде всего, Ира говорит, нужно испечь кофейный бисквит. Получится вот такой корж весом 600 грамм. И что для него нужно? Для него нам нужно кава розчинна, цукор, ванильный цукор, борошно, крохмал, распушивач, яйца. Розделенные окременно белки и желтки. 8 желтков, 8 молков. Затем потребуется обычный сахарный сироп, который готовится из воды с сахаром. Да, с переносения один до одного. Затем потребуется, вот это я буду держать, потребуется сироп тирамису. Обратите внимание, уважаемые зрители, здесь сахар обыкновенный, здесь ликер амары, а здесь холодный кофе, кофе эспрессу. Ну и наконец, еще до начала программы мне было интересно, для чего же Ира тщательно отделяет 14 желтков? Господа, 14 желтков! И все остальное нужно для крема тирамису. Так вот, 14 желтков, 300 грамм сливок для взбивания, вот показываю, и целый килограмм сыра маскарпоне, да, Ира? Да, да. Вы не ошиблись? Нет, точно. Килограмм сыра маскарпоне для бисквита весом 600 грамм. И две пачки печенья Саваярд. Да, две пачки. Ну вот, и то, что блестит и похоже на вот такую прозрачную бумагу, это желатин. Сколько нужно? 15 грамм желатина. 15 грамм желатина. Ну, если вы не испугались, мы готовы приступать. И прежде всего, основа шоколадный, нет, кофейный бисквит. Да. Как его сделать? Вы сейчас увидите. Для его приготовления мы готовим... Мы берем, да, растворимый кофе, 12 грамм, и растворяем его в 12 граммах горячей воды. И туда же... Даем оттуда и ванильный цукор. 30 грамм ванильного сахара. Ну, это так смелое решение. Вот эта густая кофейная гуща, оказывается, должна раствориться. А в это время в домашних условиях берется обыкновенный миксер. Да. А в кухне профессиональной вот такая мощная машинка. И туда заливается белок. Кстати, обязательно, чтобы яичный белок был сильно охлажден? Ну, до температуры... Ну, желательно, да? Бажано, чтобы кращий набивался. Значит, половину белка. Белок весь мы виноват. А, весь. Вот так вот. И половину сахара. Цукор весь у нас сидит сюда. Весь. И белки с сахаром должны превратиться в стойкую пышную пену. Восемь белков взбиваются довольно долго. Ну, вот, наконец. Теперь мы добавим желток. Аккуратненько, аккуратненько. Вот, обратите внимание, как добавляются желтки. По чуть-чуть. Пока взбиваются белки с желтками, я буду вимешивать муку. То есть нужно муку садить с крахмалом, да? Да, так, 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 так. И крахмала так поровну с мукой, я вижу, да? Или нет, крахмала чуть меньше. Менше крахмала. Ага. И разкушувач. Теперь взбиту масу додаем. Теперь в эту однородную массу мы вливаем розчинную каву. Так, мы еще должны объяснить, откуда берутся вот эти вот силиконовые коврики. Они тоже продаются? Эти силиконовые коврики продаются, но дома могут выкористовывать пергаментную бумагу. Причем запросто. Нужно ли только слегка промазать? Да, да. Так, ну и форма, конечно, есть. У каждой хозяйки, ну, желательно, чтобы это был прямоугольник. Композиция готова, а духовка, ну, или в данном случае пара конвектомат, разогрет до 170 градусов, чтобы бисквит поставить на 35 минут. Именно столько он будет выпекаться. Итак, прошло 35 минут. Бисквит, кофейный бисквит готов, но самое главное, он должен остывать не менее 5 часов. И только через 5 часов с ним можно работать дальше. Сейчас мы будем делать крем-тирамису. Крем-тирамису, это нужно взбить 14 желтков и 260 грамм сахара песка. А в это время нужно просто замочить желатин. Покажите, рука. Взять пластинки и бросить их оба. Теперь нам нужно сварить цукровый сироп. Очень просто. В кастрюльке смешать сахар с водой, поставить на огонь. Теперь нужно взять итальянский сыр маскарпоне. Он не дешевый, но без него тирамису не получится. Нужно взять целый килограмм и отправить туда же в блендер. То есть взбивать. Теперь мы взбиваем маскарпоне с воголем-моголем. Маса должна быть однородной. А потом в нее добавим... Збитые вершки. Ну, вершки, конечно, еще нужно. Смотрите. Сливки 36%. Пачки 500 миллилитров, а мы берем 300. Сливки 36%. Сливки 36%. Сливки 36%. Сливки 36%. Сливки 36%. Сливки 36%. Если у повара в руках появился вот такой нож, я бы сказала, такой тесак, это значит, пора резать бисквит. Ниждержим прямо. Зрезаем углы. А пополам или не пополам? Нет. Бисквит переделем на три частины. Из верхнего коржа мы готовим сколько получится порций? 16 порций. 16? Замечательно. А из еще двух выйдет еще по 16, то есть 32 порции. Отлично. Давайте вот эти два коржа уберем в морозильник, и они могут храниться сколько угодно, да? Сколько угодно в морозильной камере. Замечательно. Желатин уже стал мягкий. Его нужно вынуть из воды. Да? Да. И отправить в микроволновку буквально на минуту, не больше. На меньше. Ровно минуту желатин растворяется в микроволновке. Этого времени как раз хватит, чтобы пропитать бисквит. Вот тем самым сиропом, который мы сварили из воды и сахара. Есть. Но еще у нас мы заявляли ингредиенты, а именно кофе эспрессо холодный, ликер амаретто и сахар для так называемого сиропа тирамису. Зачем он уже? Для пропитывания печь его с бисквитного савоярди. И так выливается кофе. Ликера так немало. Грамм, наверное, 150. Сахар. Ой, главное ничего не перепутать. Вот так выглядит растворенный желатин. Сливки с битой мы даем. Вот сюда, вот в сырно-яичную массу, вернее желтковую. Теперь додаем поступовый желатин. Весь? Весь желатин. Но он такой, не горячий. Вин не горячий. А теперь нужно действовать быстро, да, Ира? Да. Потому что крем застывает, желатин очень быстро показывает свои желирующие свойства. И поэтому половину крема нужно быстро выложить на пропитанный сахарным сиропом корж. Печенье савоярди нужно окунать в сироп аккуратненько, так даже подержать чуть-чуть, чтобы пропиталось. И вот такими ровными-ровными-ровными линиями выкладывать на крем. А сверху выкладываем залишившийся крем. А вот почему нужно было целый килограмм сыра маскарпоне. Форма стирамису отправляется в морозильную камеру на 4 часа, не меньше, да, Ира? А потом выглядит вот так, ой, холодненькое, как мороженое. Удачи, приятного аппетита!